Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы, о которых расскажем сегодня. Рубль в плюс, пять тысяч в минус. Почему одиноким родителям отказывают в новых президентских выплатах? Вину признала и раскаялась. Дело в отношении Стеллыштань близится к развязке. Повышая культуру обращения, в Барнауле появилась специальная площадка для тренировки и выгула собак. Начнем выпуск с медицинской новости. Ковидные госпитали в Тольменке и Паулске готовят к закрытию. В Минздраве региона заявили, что в них нет необходимости и ЦРБ в этих селах постепенно возвращается к своему профилю. Ранее госпитализированные пациенты пока еще долечиваются, а вот новых переправляют в Барнаул, где больше специалистов и реанимационных коек. Добавим, по данным Оперштаба, за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения ковидом, 25 человек с коронавирусом скончались. Ну а сейчас к основным темам выпуска. Барнаульские родители в одиночку, воспитывающие детей, не могут получить новые президентские выплаты. Ежемесячное пособие в 5000 рублей, которое начисляют с июля этого года. Причина кажется банальной и в то же время абсурдной. Семья остается без денежной поддержки даже в случае, когда доход превышает прожиточный минимум всего на рубль. Подробнее в сюжете Валентины Аскеровой. Отказала в новом велосипеде, если честно. Катаемся пока на старом. Раздумья о том, на что потратить пособие размером в 5000 рублей у Натальи Притула не было, решила без сомнений на дочку. Но мечте ребенка пока не суждено было сбыться, поскольку Наталье отказали в ежемесячной выплате, положенной одиноким родителям. Причина – доход больше прожиточного минимума. Другая родительница тоже мне позвонила, сказала, что вчера я тоже пришел и так же отказ. И я думаю, что это мы не единственные, потому что вчера горячая линия была уж очень горячей. Никто не мог дозвониться. На двоих с дочкой у них около 20 тысяч рублей дохода, говорит Наталья. Прожиточный минимум – 21 тысяча. Казалось бы, доход не превышает установленный лимит. После того, как в ситуацию вмешалась СМИ, на Наталью все-таки вышли. Спустя часы разбирательств выяснилось, что у женщины в течение года были премии. Их тоже включают в доходную строку. Даже если доход превысил на немного, вот этот установленный минимум, права у семьи нет. У каждого заявителя есть право. Если она считает, что право есть, она в этом уверена, значит, она имеет право обратиться. И мы ей подробно ответим, на каком основании мы вынесли такое решение. Бывает, что весь день звонишь и ждешь, пока специалист проконсультирует. Ну, это только из-за того, что сейчас большой наплыв, большое количество обращений. Выплаты для одиноких родителей и пособия по беременности на сегодняшний день получили свыше 4 тысяч алтайских семей. Потенциально же на них претендовало больше 10 тысяч жителей края. Палитина Аскерова, Данил Захаров. День с толком. В криминальной биографии похитителя 12-летней девочки из Бийского района вскрылись новые подробности. Олега Лавкина следователи подозревают в целом ряде преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Предполагают также, что три года назад Лавкин снимал эротические фильмы с участием своей несовершеннолетней племянницы. Ролики сливал в интернет и получал за это деньги. А в прошлом году, когда девушке исполнилось 18 лет, обвиняемый изнасиловал ее. Напомним, в отношении Лавкина возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия злоумышленник помещен в следственный изолятор. Следователями регионального следственного комитета проводится неотложный комплекс следственных действий, направленный на дальнейшие сборы закрепления доказательственной базы. Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемая в мошенничестве Стелла Штань полностью признала свою вину. Громкое дело в отношении экс-представителя губернатора и правительства Краева КЗС подходит к завершению. Стеллу Штань задержали 31 марта. В июне дело передали в суд. И уже в августе он вынес приговор ее подельнице Елене Воротниковой, которую приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Какое наказание ждет бывшего представителя, губернатора и правительства Краева КЗС, узнаем совсем скоро. Ведь уже завтра, 17 августа, Стелла Штань сможет сказать свое последнее слово перед приговором. Напомним, Штань обвиняют в мошенничестве. В 2015 году она через риэлтора нашла покупателя для нежилого помещения. Приобрела его Елена Воротникова, которая открыла в помещении нашумевший частный детский сад Happy Baby. Последняя хотела получить долевое финансирование по государственной программе поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в крае. Но средств не хватило. Тогда женщины сделали фиктивные документы, в том числе договор купли-продажи, в котором существенно завысили стоимость помещения. Благодаря махинации с федерального бюджета мошенницы получили 14 миллионов рублей. Предполагается, что даже с учетом раскаяния Штань грозит до 10 лет лишения свободы. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. София Яценко, Данил Захаров. День с толком. К другим темам. Больше 25 тысяч подписей собрал свою поддержку самовыдвиженец в Госдуму Владимир Попов. От Алкайского края это единственный кандидат. Напомним, на днях он был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Рубцовскому одномандатному избирательному округу. Вот оно заветное удостоверение кандидатов в депутаты Госдумы. Путь к нему, по словам Владимира Попова, оказался тотальным трудом. Когда мы там, допустим, приходят наши собиратели подписей к человеку, ну так вот все нормально, там фамилия, имя, отчество, все записывают, там он своей рукой все пишет. А когда касается паспорта, многие отказывались. И вот с этим проблема. То есть это связано вот с большим потоком мошеннических всяких схем. Люди просто боялись давать паспорта. Тем не менее, самовыдвиженцу удалось таки собрать в целом больше 25 тысяч подписей по округу. При пороге в 14 900 автографов Попов предоставил в избирком края 15 400 в свою поддержку. Запас понадобился на случай обнаружения брака в предоставленных списках. Если бы он превысил 5%, то о регистрации пришлось бы забыть. К слову, непростую процедуру со сбором подписей не одолел ни один из четырех других самовыдвиженцев. Впрочем, наряду с Поповым за кресло в Госдуму поборются и представители партии. Мария Прусакова КПРФ, Евгений Астаховский Родина, Владислав Бакаев Новые Люди, Виктор Дворников Партия Пенсионеров за социальную справедливость, Андрей Крылов Партия Яблоко, Елена Курносова Коммунисты России, Сергей Струченко Единая Россия, Людмила Суслова Справедливая Россия за правду, Павел Чеснов Российская партия Свободы и Справедливости, Ирина Шудра ЛДПР. Напомню, выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября. В Алтайском крае в эти дни пройдут также выборы в региональный парламент. Анна Рашагирова, Александр Лизратов, День с толком. Во многих селах России все чаще создают некоммерческие организации. Так, инициативные жители пытаются решить местные проблемы и получить финансовую помощь для реализации своих идей. Актуальным такой формат становится и в Алтайском крае. В некоторых территориях региона уже существует НКО. И за несколько лет некоммерческим организациям удалось изменить села и даже мышление их жителей. Подробнее далее. Грантовая поддержка – это способ реализовать свои инициативы, какие-то добрые, хорошие, креативные идеи на качественно новом организационном уровне. В Труицком районе за 10 лет реализовали около 30 грантовых проектов. К примеру, вот уже два года культуру привозят в отдаленные села. Туда, где нет возможности своими силами организовать концерт. Здесь нет клуба уже давно, поэтому они рады, когда приезжают артисты. Тем более, такой большой концерт на таком уровне. Сказать артистам и всем – спасибо! Большой праздник, а еще объединение сил властей, коллективов, народных сообществ. Этот зал в Труицком ДК тоже появился недавно. Теперь это помещение молодежного центра, созданного по президентскому гранту, где подростки выступают, проводят мастер-классы, записывают ролики. Благодаря конкурсам в ДК отремонтировали пол, проводку. А в 2017 году с помощью фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева для работников культуры Труицкого района был организован тренинг по проектной деятельности. Провели его ведущие специалисты Алтайского края. И сегодня жители Труицкого района в своих селах строят детские площадки, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и благоустройством территорий. Очередная победа в этом конкурсе нам позволила заменить все пластиковые окна в Доме культуры. На втором этаже они у нас сильно большие, витражные, поэтому дорогостоящие темы. А в Косихинском районе благодаря НКО в селе Лосиха создали совет мужчин. Здесь, так скажем, его база. Сергей Недосейкин шутит, что ее и задумывали с кожаными креслами-бильярдом для статуса. А вообще совет занимается серьезной просветительской работой. В принципе, ей был создан совет для того, чтобы показать, повысить статус отца на селе. Именно отца мужчины как защитника семьи, как добытчика главного. Дети стали более уважительно относиться к мужчинам. И это лишь верхушка айсберга. Вместе с сестрой Светланой, худруком ДК, они пишут проекты для развития культуры всего села. Так, в центре Лосихи расчистили участок в 3000 квадратных метров. И своими силами сделали зоны для отдыха, детских игр и спорта. Создали центр народных традиций, оборудовали ДК, открыли кукольный театр. По реализации проектов мы стараемся в первую очередь туда привлечь тех, ну, баловливых, скажем так, ребятишек, чтобы они все это почувствовали, все сделали своими руками, поэтому у нас ничего не ломается. Проект закончился, да, команда собирается, пишет другой проект продолжения этого. То есть они у нас все живут. Мы понимаем, что собирать средства с населения – это нереально на селе, где нет работы, да. Ну, поэтому вот участвуем в различных грантовых конкурсах. Всего за несколько лет в Лосихе реализовали 8 проектов. В село привлекли более 3 миллионов рублей. Активисты НКО говорят, если вначале жители относились к ним с подозрением, сейчас доверяют и даже помогают. Интерес к грантовой деятельности растет. В этом году в конкурсе на президентские гранты на его первом этапе участвовало 10 тысяч НКО. Уже во второй части конкурса участвовало более 12 тысяч. Видно, что это приносит пользу, люди сами это чувствуют, поэтому активно включаются. Вот и жители Заринского района тоже решили проявить инициативу. Объединились, чтобы создать некоммерческую организацию и выигрывать гранты. Начать планируют с культуры, она в Галухе развита. Вместо МДК занимаются 7 творческих коллективов. Люди готовы писать и реализовывать проекты, чтобы была возможность улучшить условия, обновлять костюмы и ездить на конкурсы. Наша музыкальная школа выигрывает международные конкурсы, дети, призеры. Вот нас приглашают их в Италию играть. За помощью и советом обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. У жителей Галухи возникли сложности при регистрации НКО, сборе пакета документов и их оформлении. Необходимая методическая и организационная помощь была оказана. И уже в следующем году селяне смогут участвовать в грантовых проектах. Елена Кузовкина, Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле появилась специальная площадка для тренировки выгула собак. Ее накануне торжественно открыли на кинологическом фестивале. Как обустроено новое место для животных и о празднике четвероногих – далее в сюжете. Михаил Виноградов и его собака – немецкий боксер по кличке Бетти вместе уже два года. Все это время парень занимается дрессировкой питомца, говорит, обязывает будущая профессия кинолога. Однако до недавнего времени тренировки проходили в общественных местах. Специально обустроенных площадок в городе не было. Теперь эта проблема решена, по крайней мере, в поселке Южный. Здесь, на стадионе Рубин, появилась территория для выгула и тренировки собак. В честь открытия площадки для питомцев провели соревнования сразу по двум дисциплинам – триалу и аджилити. Их суть – в преодолении препятствий на скорость. Такое развлечение весьма полезно, говорит директор кинологического техникума. Оно позволяет сохранить питомцу здоровье. Инфаркт сердца, сахарный диабет, отказ почек, дисплазия, заболевание суставов от большого веса, так же, как у людей, когда вес большой у собаки, ей очень тяжело передвигаться. Она задыхается, у нее дышка. Поэтому, если вы хотите сохранить собаку в хорошей форме до старости, нужно с ней заниматься спортом. Главная цель кинологического фестиваля, говорят организаторы, – повышение культуры обращения с животными. Их владельцам стоит напомнить о принципе – ответственным за тех, кого приручил. С четвероногим другом нужно заниматься, воспитывать его, следить за здоровьем. Только при таком сознательном отношении общества к братьям меньшим не будет бездомных животных и фактов вопиющего отношения к ним. Кто там у нас на южном кошку какой-то негодяй убил, кто там в лебяжье нашли собаку с простреленной головой. Ну, это вот такое безобразие. И самое страшное, что дети смотрят это, видят. И хуже всего, если они возьмут этот пример для себя. И хотелось бы дать все-таки другой пример, что это наши младшие братья. Площадка для тренировок собак оснащена специальным оборудованием. Но в будущем здесь могут появиться и новые комплексы. Средства на них, а также на уборку и уход за территорией планируют набирать с выручки за входные билеты. Разовое посещение обойдется в символическую сумму 100 рублей. Также директор стадиона вынашивает идею по созданию общественного патруля с собаками. Для его участников занятия с четвероногими друзьями будут бесплатными. София Яценко, Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Два барнаульских общественных пространства – Нагорный парк и Барнаульская набережная – заявлены на конкурс «Сокровища России». Достольны ли эти объекты столь высокого звания? Мнение жителей и экспертов. Сокровища России – конкурс всероссийского значения. Он нацелен на выявление новых туристических объектов. Алтайский край в нем представляет Нагорный парк и Барнаульская набережная. После обновления эти территории стали популярны местом отдыха горожан и местом притяжения для туристов. Все, кто приходит к нам в туристический центр, мы направляем в первую очередь, конечно же, в Нагорный парк, чтобы насладиться этими прекрасными видами на реку, на город, познакомиться с историей нашего региона, которая начиналась здесь. Мнение Алтай-турцентра разделяют и барнаульцы. По словам горожан, оно достойно звания одного из самых привлекательных в краевой столице. Я считаю, что ВДНХ, вот сам вот этот Нагорный парк, он, наверное, вообще жемчужина Барнаула. Такое самое из красивейших, в принципе, мест. В Барнауле очень много красивых мест, но это одно из самых лучших, по моему мнению. Я очень часто бываю здесь, я неподалеку живу. Мне очень нравится здесь свежий воздух, приятная атмосфера, очень много людей приятных можно встретить. К тому же Нагорный парк – исторически значимое место. В XIX веке здесь хоронили известных личностей в Барнауле. В ранний советский период здесь располагалась выставка достижений народного хозяйства края. В начале нулевых тут хотели построить Барнаульский Диснейленд и открытый кинотеатр, но этому не суждено было сбыться. После того, как идея парка аттракционов была решительно отвергнута, предполагалось место, ну, так скажем, для тихого отдыха. Собственно говоря, вот в итоге, даже вне зависимости, вне привязки к подготовленной концепции, сейчас это действительно место для тихого отдыха. Я думаю, для кладбища бывшего это самое разумное, что можно было сделать. Но тихое место, как считают архитекторы, требует доработок с функциональной точки зрения. В свое время туда многие мастерские делали попытки разработок общественных зданий, сооружений, музейного направления, либо ресторанов. То есть человек, придя туда наверх, он должен чем-то заниматься. А заниматься сейчас там нечего. Чисто с функциональной точки зрения. С мнением Алексея Квасова соглашаются и барнаульские экскурсоводы. Говорят, парку не хватает культурной атмосферы. Мнение тех, кто сюда приезжает с городов-миллионников. Здесь не хватает движухи. Мы город не особо туристический, поэтому такой проходимости, как, например, в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге, у нас нету, да и не будет, наверное. Не тот город. Тем не менее, это место уже давно полюбили барнаульцы и гости нашего города. Как показал опрос, люди не против, чтобы в парке и на набережной появились кафе, детские площадки и зона для активного отдыха и даже места для пикников. Возможно, это все в будущем. А вот победители среди достопримечательностей России определят совсем скоро. Проголосовать за Нагорный парк и набережную можно на сайте конкурса до 10 октября. Анастасия Болотина, Александр Лизратов, Данил Захаров, Дмитрий Денисов. День с толком. В Салаире скоро появится водный туристический маршрут. Сотрудники Национального парка совместно с учеными Института водных и экологических проблем региона приступили к проектированию новой артерии. Известно, что новый маршрут будет проходить по реке Чумыш. Сейчас ученые организовали сплав для изучения долины реки от границы Кемеровской области Алтайского края до районного центра Ельцовка. Участники экспедиции отмечают места возможной организации остановок, подходящие точки для оборудования смотровых площадок, а также трудные участки реки, требующие внимательного и осторожного прохождения. А уже в сентябре состоится контрольный сплав, после которого ученые составят более точный туристический маршрут. В Министерстве природы края рассказали, что проект будет готов уже к следующему летнему туристическому сезону. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время. Спасибо, что остаетесь с нами не только по телевизору, но и в социальных сетях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!